Объекты в Java Давайте поговорим о том, что такое объекты в Java По сути, это набор из двух составляющих, а именно поведение и состояние Состояние — это какие-то характеристики нашего объекта, например, имя, цвет, вес и какие-то другие А поведение — это действия, которые могут совершать объект Или действия, которые могут совершать другие объекты над текущим объектом Как вы видите, это полностью соотносится с объектами из окружающего нас мира Если говорить именно про Java, то объект можно охарактеризовать классом Класс — это совокупность полей или переменных и методов Давайте рассмотрим на примере Вот, допустим, у нас есть собака Собака может лаять, бегать, играться Это все какие-то действия, которые она совершает И в Java это может быть транслировано в методы То есть метод run, bark, лаять, play Также, смотрите, собака может играться как сама с человеком Так и человек может играться с собакой И это все будет осуществляться одним действием play Также у собаки есть какие-то характеристики То есть именно порода, цвет, имя, уровень усталости, уровень голода Вот, и это все можно задать какими-то переменными Также можно сказать, что объекты, они могут обозначаться какими-то типами данных Теперь мы знаем, что такое объект и класс И давайте посмотрим, как можно создать новый объект Создается он с помощью ключевого слова new Вот мы на предыдущем слайде видели класс собака И с помощью ключевого слова new мы можем создавать Множество различных экземпляров класса собака У них у всех будет один и тот же набор действий Которые они могут совершать То есть играться, кушать, бегать, спать Один и тот же набор характеристик То есть порода, имя, уровень голода То есть это все присуще собакам Но значения этих характеристик, они будут отличаться Таким образом мы можем заметить, что совокупность каких-то данных Операций или действий, которые мы можем совершать над этими данными И множество возможных значений, которые могут принимать данные Это называется типы данных Таким образом, dog и любые другие классы, которые мы можем создавать Например, human или myfamily Это все типы данных Давайте рассмотрим теперь, как можно составлять Другие классы или другие объекты Из уже имеющихся объектов Вот, например, класс myfamily В нем мы видим уже знакомый нам класс dog И у него есть имя pet А также три других переменных Это human mom, human dad и human son Это три переменные, но у них один общий тип данных Или класс human Теперь, чтобы создать То есть изначально, допустим, в нашей семье нет собаки Но мы можем купить собаку То есть совершить действие by dog И в этом действии мы создадим новый объект Нашего домашнего животного С помощью ключевого слова new dog Pet равно new dog Давайте рассмотрим теперь, что такое значение переменной null Null это значение непроинициализированной переменной То есть на предыдущем слайде мы видели Что изначально у нас pet не был никак проинициализирован То есть его, по сути, не существовало И только в методе by dog мы купили собаку Мы присвоили ей какое-то значение с помощью ключевого слова new А до этого оно не существовало То есть это не существующий объект, по сути Или же это может быть какое-то неизвестное нам заранее значение Поэтому, когда мы объявляем новую переменную Она может принимать два возможных значения То есть это либо null, как вот на предыдущем слайде у нас было Либо она может принимать значение по умолчанию Но это мы рассмотрим далее Давайте теперь рассмотрим, что такое ссылка на объект Для этого нам нужно понимать, что создание и присвоение значения переменной Это последовательность шагов То есть сначала мы создаем переменную Потом мы создаем объект Потом мы присваиваем ссылку на этот объект переменной И дальше мы можем работать со ссылкой Вот на примере нашего класса мы видим, что сначала мы объявляем Четыре переменные Вот здесь мы ее создали Дальше в методе byDoc мы создаем объект В специальной области памяти Куча, мы потом поговорим об этом И присваиваем ссылку на этот объект переменной pet То есть если бы мы не присваивали То есть если бы у нас вот в этой строке было просто newDoc То мы по сути просто создаем объект И нигде его не сохраняем Вот, а когда мы А с помощью оператора равно Мы присваиваем значение, точнее ссылку на этот объект переменной pet После этого мы уже можем вызывать какие-то другие действия То есть, например, метод fitDoc И здесь мы уже работаем со ссылкой на объект Я упомянул, что когда мы создаем объект Он добавляется в специальную область памяти Поэтому давайте поговорим об этом подробнее Вот у нас есть наш класс myFamily И в методе byDoc мы создаем новый объект В этот момент он добавляется в кучу Или heap по-английски И дальше мы не работаем с этим объектом напрямую Потому что нам возвращается ссылка И с помощью этой ссылки мы можем Также вызывать какие-то действия над объектом Но мы не извлекаем его напрямую Помните, что объект Он может занимать Там может храниться какой-то большой объем информации То есть, байты, килобайты, мегабайты И чтобы извлекать каждый раз его из памяти И из этой области памяти И работать с ним То есть, перемещать его в какие-то другие методы Или классы Это будет довольно затратно для нашего Для Java, для нашего компьютера Поэтому объект всегда остается вот в этой куче И с помощью методов мы меняем его Мы обновляем какие-то данные То есть, он в какие-то моменты может занимать больше памяти В какие-то меньше Но это его жизненный цикл Он всегда там остается И работаем мы всегда со ссылкой на объект Это важно понимать Спасибо за внимание Продолжение в следующем видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!